приветствую вас друзья и у нас сегодня радостное сообщение что мы в принципе решили выдвигать свинку пепу на избирательной кампании в президенты украины у нас пройдет съезд и свинка пепу мы выдвигаем потому что социологи вот они посчитали посчитали что во второй тур принципе если будет участвовать свинка пепа выходят значит порошенко набирает 5 процентов гриценко непроходной 7 процентов ляжко проходной 70 процентов набирает тимошенко 20 процентов зеленский набирать во втором туре и 30 процентов свинка пепа в общем-то так как партия 5 10 считает что свинка пепа во втором туре ну практически со стопроцентной вероятностью как видите 30 на 20 голоса порошенко переходят к свинке пепа гриценко к свинке пепа для школ к зеленскому тимошенко разделиться пополам и в общем-то уверенно во втором туре 51 процент набирает свинка пепа поэтому партия 5 10 приняла решение именно свинку пепа выдвинуть президента украины вместо этого урода балашова который никому не нравится который в общем-то только вредит партии и давно уже пора его заменить хоть на кого-то на более популярный персонаж а свинку пепа любят все и маленькие дети все родители они знают это в общем то шедевр технологии избирательных и поэтому у нас идет вот в общем-то финале встретимся зеленским лицом к лицу и будем спорить о принципах потому что генетически когда он сказал что его от отца ему передалось не брать ни копейки взяток то генетически ни одна свинья не берет взяток и на сегодняшний день я как свинка пепа уверяю вас что мой отец не брал взяток у него и лапта не было него ни копытца были он не мог брать взятки потому что в принципе только жрал и умирал и все предки мои только жрали и умирали в общем то больше подходим на должность президента потому что не будет свинка пепа ни под каким соусом брать взятки генетически это противно любой силе конце концов избирательная технология свинки пепе должна сработать и сегодня мы пригласили известного телеведущего шоумена человека который берет бесконечное множество длинных интервью задать вопрос нашей свинки пепе и так вопрос от гордона вот мне приходится слышать одни говорят дожились уже в президенты идет клоун да такого еще не было другие оппонируют им говорят ну зато вдоволь поржу то третье говорят зато новое лицо и не самое плохое и после трижды судимого и дважды сидевшего виктора федоровича януковича вообще я говорю президентом может быть любой дмитрий гордон президентом украины может быть любой и принципе деградация граждан украины продолжается и поэтому зачем уже гнаться за новыми лицами мы уже увидели эти новые лица в парламенте пора появиться свинки пепе потому что это настоящее даже не новое лицо это новая симпатичная мордочка и нам сейчас нужны в парламенте новые симпатичные мордочки которые будут просто нравится телезрителям людям которые будут включать парламент более того детки будут с удовольствием смотреть парламентские заседания если там будет много свинок плохо ли или хорошо ли что артист идет в политику в президенты свинка пепе имеет очень четкую позитивную программу развития украины это четкая позитивная программа украины здесь на том что свинка пепе очень честная свинка генетически пепе не способна воровать она способна только покушать поспать покушать поспать и приготовиться на какой-нибудь шашлык ты знаешь если так станется если так случится что 31 марта это будет первый тур ты пройдешь во второй тур президентских выборов если ты выиграешь второй тур президентских выборов и станешь президентом скажи пожалуйста вот за тебя краснеть не придется как это за меня можно краснеть я же свинка пепе за свинку никогда не стыдно потому что вы сразу выбираете свинку поэтому дай бог чтоб я на посту президента вырос в огромную классную свинищу поэтому на сегодняшний день мы призываем присоединяться партии 5-10 5 процентов продаж и 10 процентов социального налога и агитировать за свинку пепе ну и конечно же за нашего любимого геннадия и